На большом экране городского ситуационного центра информация с 1540 камер. Система видеонаблюдения помогает экстренным службам более оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия. И не только. Диспетчеры у мониторов следят и за ситуацией на дорогах. Всю информацию передают в ГИБДД. Мы просим прислать эвакуатор на парковую 21-другую. У нас камера. Это Конституция возле Ривьерского моста. Уже через несколько минут на улице Конституции появляются эвакуаторы и сотрудники ГИБДД. Первым делом полицейские фиксируют нарушение. Мерседес грузят на эвакуатор, чтобы отвезти на штрафстоянку. Когда работа почти закончена, появляется хозяйка машины. Как и требует того закон, сотрудники службы эвакуации отдают хозяйке авто, не требуя оплаты. Но расстаться с деньгами женщине все-таки придется. Где стоять запрещено. Вам будет выписан административный материал. Штраф в размере полутора тысяч. Платить за услуги эвакуатора владелец авто обязан только тогда, когда погрузчик двинулся с места. Чтобы избежать конфликта, в Госдуме решили закрепить это законодательно. И вести штрафы за незаконный отказ вернуть машину автовладельцу. А это уже улица Паярка. Неправильно припаркованных машин, мешающих проезду, здесь всегда немало. Таких, как вот эта Хонда. Впрочем, на погрузчике может оказаться любой автомобиль. Как говорят сотрудники службы эвакуации, главный критерий – некрасивые номера и стоимость машины. А правила дорожного движения, которые едины для всех. Берем все машины, которые стоят с нарушением. Любая. Большая, маленькая. Любую машину. То есть дорогая, дешевая – неважно? Неважно. Владельцам эвакуированных машин придется раскошелиться на немалую сумму. Полторы тысячи – штраф за неправильную парковку. Плюс еще чуть больше трех тысяч – услуга эвакуатора. Как говорят сами автовладельцы, бросать машину, где придется, уже невыгодно. Это в финансовом отношении очень тяжело будет. 5-6 тысяч. Я переживаю за свою машину. Пытаюсь жить по закону. Водители соглашаются. Эвакуаторы помогли значительно разгрузить дороги. Ведь не секрет, что неправильно припаркованные машины затрудняют движение. И часто становятся причиной пробок, заторов и мешают уборке города. Механизированная уборка улиц у нас по дорогам. Производится и ночью, и днем. Припаркованные автомобили очень часто мешают производить данную деятельность. Тем самым служба эвакуации просто вручает весь город, помогает делать город чище, без пробок. Городом без пробок Сочи стал благодаря строительству дорог и развязок. Но только комплекс мер, который включает и эвакуацию, позволит решить большинство дорожных проблем. Служба эвакуации активно заработала в Сочи в 2012 году. За это время количество парковочных мест в городе увеличили на 10 тысяч, из которых постоянно заполнено пока лишь 3 тысячи. Но все-таки свободных мест на стоянках становится все меньше. Все больше людей предпочитает оставлять машины на специализированных парковках. Ведь, как показывает практика, владельцы однажды эвакуированных авто стараются впредь не бросать свои машины у обочин.